Для него скрипка это не просто инструмент, а неотъемлемая часть жизни, продолжение его самого. Редкий день, когда не удается поиграть на инструменте, музыкант называет временем изголодавшегося человека. Виртуоз своего дела Самуэл Мхитарян исполняет ряд своих самых известных произведений, демонстрируя невероятную технику и эмоциональность игры. Самуэл Мхитарян – высокопрофессиональный музыкант, выпускник Ереванской государственной консерватории имени Камитаса. Искусство может вдохновлять и открывать новые горизонты. С этой целью виртуоз и выступает в Центре одаренных детей. Встреча с музыкантом проходит в формате живого общения. На вопрос о любимых композициях скрипач, не задумываясь, исполняет мелодию 17 века, поражая слушателей глубиной и красотой звучания. Архитектура – это онемевшая музыка. И с этими словами немецкого поэта Иоганна Гёте, учащаяся Олимпа Лина Султыгова, полностью согласна. Говорит это все об одном – о творчестве. Школьница планирует связать свою жизнь со строительным искусством. Мне очень нравится, во-первых, как он играет именно ингушские мелодии. И когда он нам исполнил композицию 17-18 веков, это было завораживающе. Для многих школьников это первый опыт такого близкого знакомства с профессиональным музыкантом. И даже те, кто не планировал заниматься музыкой в своем решении, уже не так уверены. Несмотря на то, что у меня другие увлечения, сегодняшнее выступление мне очень понравилось. Оно было и красивым, и изящным. И это было очень красиво. А есть ли композиция, которая тебе больше всего понравилась? Да. Была показана композиция 18 века, если я не ошибаюсь. И она была самой красивой, я считаю. Поддержать своего давнего друга и коллегу пришла Элема Нальгиева. Заслуженная артистка Республики познакомилась с Самвелом Хитаряном еще несколько лет назад на площадках интернета. Записать с ним дуэт было одним из ее заветных желаний. А после всем известной баллады «Зору» артисты порадовали зрителей премьерой песни «Звезда». Это композиция о личных переживаниях Лемы, автор песни ее дядя Хамзат Беков. Подобные мероприятия в Олимпе стали не просто частью образовательной и культурной программы, а доброй традиции. Руководство Центра одаренных детей часто приглашает выдающихся людей в разных сферах деятельности, чтобы они поделились своим опытом и вдохновили юное поколение. Это наша цель – прививать к творчеству. У нас в гости бывают абсолютно все – олимпийские чемпионы, депутаты, писатели, артисты, музыканты. И вот сегодня у нас действительно музыкант с большой буквы. И для нас это большая радость. И мы надеемся, что дети в будущем будут выбирать абсолютно разные профессии. Почему мы выбираем именно культуру, спорт, науку? Потому что это наш акцент – три направления, которые мы работаем с детьми здесь, в Олимпии. Завершился вечер бурными аплодисментами и желанием школьников продолжить общение с талантливыми музыкантами. Встреча стала настоящим праздником для детей, ярким примером того, как искусство может вдохновлять и открывать новые горизонты. Амина Зязикова, Белал Ахильгов, Магаз 24.